ребятки всем привет вы попали на канал семян и чемоданах меня зовут славян вот мой инстаграм подписывайтесь если еще не подписывались я сегодня вас приглашаю в необычный выпуск в этом выпуске пойдет речь про зимовку вы поняли по названию и как вы поняли по картинке мы пока не там и поэтому я решил заранее сделать такое видео где возможно мы вместе с вами со зрителями с подписчиками обменяемся какими-то советами какими-то рекомендациями потому что ну лично нам лично нам это очень нужно и важно не буду затягивать погнали зиму 20 21 мы провели в сочи мы приняли такое спонтанное решение но обдуманное все равно как бы думали об этом заранее но сам факт что мы соскочили с московской области поехали туда зимовать это конечно же получилось спонтанно мы позимовали там и честно сказать мы кайфанули от зимы вот такой вот в сочи субтропический климат там хоть и выпадал два раза снег за зиму но все равно зима была прекрасная я носил только кофту жилетку и по моему один раз я одевал куртку или даже два раза все там всегда плюсовая температура там классно не надо переобувать машину есть сезонные фрукты ну короче в целом зимовка прошла очень клево последних числах мая мы освободили квартиру и уехали переехали в краснодар все это более подробно вы можете посмотреть во всех этих наших плейлистах на канале мы пока зимовали в сочи мы конечно все сочи вот так вот проездили про путешествовали это конечно но это на самом деле классно зимовка в таком месте классно и в этом году учитывая что у нас родился маленький мы подумали блин а чё там нам дергаться давай мы все-таки снова перезимуем в сочи я списался с хозяином у которым мы снимали квартиру и как-то вообще попутал потому что мы снимали 32 плюс коммуналку но выходило почти 40 до в месяц а тут он пишет 50 плюс коммуналка ничего себе ну на 20 тысяч подняли коммуналку естественно мы как бы отказались от этой темы за такие же цены можно снять в турции даже лучше и отельный сервис и все дела и другое море и цены на еду гораздо дешевле и как бы там теплее гораздо это еще более южнее точка зима там вообще кайфовая но появился ряд вопросов на которые я не могу найти однозначного ответа и пишу это видео с целью разузнать с целью опросить надеюсь youtube даст эту поддержку мне как в принципе всегда давал мы обменяемся комментариями советами рекомендации возможно из вас кто смотрит сейчас вы уже преодолели этот путь и уже отправились на зимовку у нас непростой случай мы очень хотим отправиться на машине потому что все таки нас уже 5 человек трое детей маленький грудничок старшему 6 младшему 4 и мы вдвоем поэтому конечно хотелось бы отправиться на машине чтобы попутешествовать по турции посмотреть ее места так сказать пропылесосить ее всю чтобы зима прошла кайфово но мы столкнулись с рядом вопросом первое сухопутная граница как я понял закрыта закрыта российская граница то есть российские пограничники они не выпускают турец и его и турецкие господи грузинские пускают кто-то возможно почему здесь грузия дело в том что попасть в турцию можно по сухопутному маршруту двумя путями это через грузию и через украину через грузию на российские пограницы они не пускают нужно что либо у вас должно быть лечение какое-то в грузии либо медвижка либо приглашение рабочие вот собственно поэтому и записываю это видео возможно как то вы уже проехали туда знаете как это сделать чтобы вы подсказали если стесняетесь писать в комментариях то напишите в директ инстаграм очень нужна помощь в решении данного вопроса это первое первый вопрос у нас как на машине правильно преодолеть я читал что некоторые люди преодолевают границу просто говорят что они к стоматологу всей семьей и их как бы пропускают они как бы записываться на прием у них есть подтверждение от клиники что действительно да они к стоматологу но по последним видосом с youtube и по последним статьям которые прочитал в интернете что стоматологи уже не прокатывают вот нужно прям действительно какая-то болезнь кто-то едет типа сердце подлечить кто-то еще что-то если есть какой-то прям список что можно сказать с чем действительно легко поехать и не нужно какое-то мощное обследование она не будет так затратно то тоже напишите очень важно понять как это сделать по поводу трудовой визе но я не знаю я вот например снимаю какие-то видосы да могу снять видео для какого-то отеля возможно получить так тоже возможно вы занимаетесь в тур в грузии этим живете там например в тбилиси либо в батуми то напишите возможно мы сделаем какую-то коллабу вы вышли приглашение мы от снимем для вас что-либо авиасообщение нам неудобно потому что но все-таки хочется на машине авиасообщение оставляем вообще на последний на последний момент что касается пересечения грузии еще да у меня следующие вопросы а нужна лишь зимняя резина потому что мы планируем поехать где-то ноябрь конец ноября возможно начало декабря а там горы высота по-моему 3000 метров и скорее всего там будет очень снежно возможно дорогу чистят и как бы и вообще пустят ли туда на летней резине или нужно ли переобувать то есть мы все сейчас взвешиваем считаем потому что закладывать на переезд там свыше там ста тысяч либо больше конечно не хотелось бы вообще поэтому делитесь пожалуйста своими советами очень ценно почитать именно уже практику кто преодолел что касается сухопутной границы через украину то есть люди которые вот именно сейчас так делают переезжают переезжали летом я смотрел как люди переезжали в сентябре но там как правило семья улетала вся на самолете мужик ехал потому что из политической игры очень сложно российские номера там не любят есть вообще есть момент того что есть вариант просто не доехать кому интересно я не буду сейчас углублять как говорится через это видео зайдите загуглить просто почитайте истории людей которые пишут как они преодолевали и сколько стресса страха они натерпелись пока не ехали по дорогам украины есть еще вариант паром вот этот вариант я вообще ставил прям в приоритет прям интересно на кораблике с машиной семьей все классно но сейчас не действует паром закрыли закрыли непонятно до какого числа непонятно до какого месяца и вообще откроют ли ничего не понятно я знаю что мне есть знакомые которые передвигали машины через паром сами также добирались но сейчас нету это даже очень выгодно было бы через по парому но вы нет если вы в курсе когда откроется либо вы в курсе какую-то лазейку что возможно какой-то паром ходит но стоит дороже то тоже конечно напишите я пока информации такой к сожалению не нашел также что касается аренды да мне бы хотелось бы получить какую-то связь обратно от вас где искать аренду жилья в турции мы рассматриваем южные аланью анталию кемеры возможно район матмухлару тут русский район везде короче по берегу мы рассматриваем недвижку я сейчас смотрю через аренды бим ценники примерно 30 40 тысяч то есть это будет нормальная квартира 1 плюс 1 с нормальным ремонтом закрытная территория парковка бассейн и короче все как в турции любят все это будет 30 40 тысяч плюс еще коммуналка как-то она там по-своему называется коммуналка по моему там даже подороже чем сочи будет но посмотрим там можно хорошо как говорится экономить на продуктах потому что там вот эти рынки все в принципе дешево если вы знаете где вот именно тоже может быть местные сайты в либо вы возможно занимаетесь там недвижкой то тоже напишите либо в комментариях либо в instagram с коллаборируемся и вам как бы хорошо и нам приятно также мне часто когда узнали в инстаграме я это озвучил такую идею нам типа писали блин летите просто на самолете снимайте там жилье а тачку в аренду возьмете ну как бы окей если например мы были бы вдвоем снастники так у нас трое детей причем дети некоторые достаточно их просто пристегнуть и все у нас же маленькие все 64 и ноль всем нужны получается кресла вот и как бы можно было бы взять в аренду и как бы если вы знаете такие сервисы в турции либо компании кто дает предоставляет автомобили по адекватной цене где будет уже заведомо кресло чтобы нормально попутешествовать по турции то конечно же тоже поделитесь этой информацией плюс еще у нас такой момент возник сейчас вспомнил у нас у мирона же нету паспорта столько родился соответственно когда сюда приехали сейчас подмосковье прописали его я первое что делал подал на загранник загранник его делается я пока в этой всей волоките варюсь что касается загранника пригласили уже на сверку документов но смысл заключать следующее что в этой документации очень все сложно потому что у нас есть трудности так как на себя самозанятая и п никто не знает что с нами делать какие справки предоставлять какие отчетности сложно но вроде сейчас уже пригласили как-нибудь сниму выпуск подробно про загранник для малыша и у меня самое что интересное в конце апреля заканчивается загран паспорт и как я вычитал что вернуться из турции нужно за 105 дней до окончания срока действия паспорта я вообще про это не знал я прям думал мы сейчас сделаем паспорт уедем в ноябре побудем там прям впритык до окончания паспорта и вернемся нет я вычитал вот такую информацию вплоть до депортации так далее подобного тоже кто за это в курсе напишите в комментах вдруг кто-то проходил проходил недавно такую же историю менять сейчас паспорт сидеть еще здесь целый месяц когда у нас есть квартира на юге да мы там снимаем в краснодаре можно сгонять на море вообще нет никакого желания мы здесь уже почти месяц тусуемся поэтому я решил что я поеду в любом случае то со старым если не получится до конца апреля вывод подержите напишите свой опыт то мы побудем там до конца января на 2-3 месяца хотя бы съездим так сказать вот эти самые холодные месяца там побудем либо рискнем будем там да под конец посмотрим чем это выльется ну короче увидим а вы пишите свой опыт так что ребятки подписчики новые зрители канала пишите пожалуйста свои комментарии пишите свой опыт вот как никогда нуждаемся в вас в ваших поддержках ваших комментариях ваших советах у нас опыта заграничной зимовки нету мы бывали в турции нам зашла мы очень хотим там перезимовать не первый год уже об этом думаю но пока не срастается очень хотим в этом году это сделать но получится ли у нас пока ничего не известно так что подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить вот наши новые видео наши новые идеи что будет дальше и вообще не знаем не строим никакие то планы просто есть какие-то идеи плавненько к ним приходим если не получается не расстраиваемся беремся с другие варианты на этом все такой вот выпуск просто с вами пообщался и запросил у вас обратной связи я с вами прощаюсь увидимся с вами в новых видеороликах пока совсем скоро